Бесплатные памятки по Scrivener Если вы только начинаете работать со Scrivener, то можете позабыть какие-то технические термины и где что находится, и рискуете увязнуть в наклеенных повсюду стикерах-напоминалках. Например, редактор Scrivener — это недобрый человек, который исправит вашу рукопись, когда вы закончите писать. Редактор — это то место, где вы пишете и просматриваете ваши документы. Даже если вы уже какое-то время используете Scrivener, вы все равно можете не вспомнить, как выполнить какие-то операции, которые требуются только раз или два, как, например, сменить проверку орфографии с английского Великобритании на версию США для одного конкретного случая, или чтобы вставить на страницу видимый символ возврата каретки, чтобы узнать, сколько их у вас между верхом страницы и началом текста. Например, там, где я хочу идеально выровнять мое посвящение и страницу об авторских правах на обложке романа. А если вас так же, как и меня, сводит с ума, когда вы думаете, что кто угодно может запомнить такие вещи волшебным образом, то, уверяю вас, я обучила достаточно людей, чтобы утверждать, что большая часть из них этого не может. И если вы попытаетесь так работать, это просто высасывает энергию. Поэтому вот вам несколько памяток, которые я сделала для моей пишущей братьи, чтобы подстегнуть их память. Надеюсь, они помогут и вам. Я буду приводить скриншоты со стрелками, указывающими на основные инструменты, как называются поля интерфейса и что в них происходит. Не волнуйтесь, я подготовила один набор для пользователей Мака, а другой для Windows. И вам не придется догадываться, как что-то выглядит в вашей версии Scrivener. Кроме этого, есть раздел о пользовательской настройке и навигации в главном меню, а также другие памятки о главных сочетаниях клавиш, если вы предпочитаете работать таким образом. Конечно, многие сочетания отличаются для Windows и Mac. Поэтому обратите внимание на платформу при скачивании памяток. Я также подготовила памятки, как настроить панель инструментов и что делает каждый инструмент. Там есть несколько отличных инструментов, поэтому ознакомьтесь со всеми ими. Возможно, они окажутся полезными и вам. Но Scrivener — большая программа, которая годится также и для технических писателей, и сценаристов, и ученых, которые пользуются каким-то другим инструментами, нежели вы. Дело не только в количестве инструментов, которое невозможно уместить на панели инструментов, но загромождение ее тем, чем вы пользуетесь редко или никогда. Если у вас Mac, просто перетащите нужные инструменты на панель и щелкните на «Ок». В версии Windows перенесите инструменты на панель через окно «Доступные действия для панели инструментов». К сожалению, моя программа захвата изображений стоит на Mac, поэтому я не могу показать вам это в действии. Но не беспокойтесь, я добавила инструкции прямо здесь, в памятке. Просто выберите нужные для работы инструменты. Если вам приходится часто перемещать файлы в подшивке, добавьте кнопки перемещения файлов. Мои любимые — это инструменты скопировать формат и вставить формат, так как я постоянно перемещаю текст из одного документа в другой и использую различные шрифты и цвета для напоминания, из какого черновика тот или иной документ. Мой любимый инструмент, который я добавляю на панель инструментов при работе под Windows, — это опции, которые переносят меня сразу в диалоговое окно опций, где я могу настроить, например, вид интерфейса, форматирование текста, навигацию и так далее, а также выбрать, куда сохранять резервные копии проектов. Если вы не хотите быть похожи на обклеенную стикерами даму на картинке, держите памятки под рукой. Распечатайте их и приколите за монитором. Или еще лучше оставьте их в формате PDF на рабочем столе, где вы всегда сможете открыть их и найти, что вам нужно, удерживая кнопку Command — Control для ПК и нажав кнопку F, которая подсветит то, что вы ищете. В случае трудного технического вопроса вы сможете прямо из файла PDF перейти к официальному руководству пользователя Scrivener или же на мой сайт за советом или обучающим видео по Scrivener. Узнайте, как быстро и легко пользоваться писательским ПО Scrivener, чтобы заняться написанием вашей книги. Ах да, если зайдете на мой сайт, не забудьте внести ваше имя и электронный адрес и щелкнуть на кнопки для доступа к вашим памяткам по Scrivener. Не беспокойтесь, я никогда не раскрою ваш адрес, и вы не услышите обо мне, пока я не найду или не сделаю крутой новый ресурс, который поможет вам в работе со Scrivener. Если вы набрели на это видео на YouTube, щелкните на ссылки в описании ниже. Это была Karen со ScrivenerTudes.com. Надеюсь, что облегчила вашу писательскую жизнь, и вы сможете уделить больше времени действительно важным делам, например, написанию вашей книги. Перевел и озвучил Сергей Афонин.